Ученики студии Сахарини в работе. Задание в рамках очередного урока – приготовить десерт фондан. Рецепт сложен, однако для ребят это не проблема. За задания со звездочкой они всегда берутся легко. Так же было и во время конкурса в рамках 27-го международно специализированной выставки и ярмарки «Продэкспо», где участники, некоторым из которых 10 и 12 лет, соревновались на уровне с 16-летними учащимися профильных колледжей и лицеев. Это очень важно, потому что только на самом конкурсе, когда видят конкурентов, ну не конкурентов, а своих коллег по цеху, назовем так, они развиваются. То есть они могут здесь быть сто раз крутыми, суперспециалистами, но когда приезжают на конкурс, это касается и взрослых шефов, когда приезжают на конкурс и видят других, можно посмотреть, насколько все пошло вперед и какие-то другие новые варианты, и, наверное, сравнить себя прошлого, себя будущим и настоящим. Своё мастерство юные кулинары показали в двух категориях – торты и закуски. Уже один внешний вид этих кулинарных шедевров впечатляет, не говоря уже о вкусовых характеристиках. Как итог, у студии Сахарини семь медалей разного достоинства. Есть среди них и преподавательская награда. Было непросто, признаются ребята, но добавляют, зато очень интересно. Я представляла свадебный торт, заняла бронзу первая, взяла за вкус, большинство, конечно, но для первого торта даже было для меня хорошо. Руководитель студии Анастасия Колупанович была в этот раз в числе представителей жюри. Причём на конкурс она отправилась с будущим кулинаром – годовалой малышкой Оливии. Несколько дней конкурса дались непросто. Однако Анастасия считает, что для неё это большой опыт, а для маленькой дочки – приобщение к семейному делу. Хотя, добавляет шутя, всё получается медленнее. Не сложно, но медленнее. Гораздо медленнее. Потому что надо отвлекаться, надо сто раз переделывать. И вот пока я занимаюсь с ребёнком, мы с ней вот так на руках ходим, смотрим, ходим, тренируем детей, ходим какие-то занятия, можем дополнительно провести для подготовки к конкурсу. Вот поэтому всё это медленно происходит. Ей теперь тоже надо всё потрогать, попробовать, приготовить. Сегодня воспитанники студии могут позволить себе небольшой перерыв. После плодотворной работы полагается творческий отпуск. А это значит, что можно попробовать импровизацию в кулинарной среде. Дальше этих целеустремлённых и творческих ребят ждут новые конкурсы и новая победа.